МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И как же будет обеспечиваться безопасность граждан, скажем, на пляжах? Поздравляю всех с началом летнего сезона. Конечно, вода – это объект особого внимания, особенно летом. На сегодняшний день уже в полной готовности 7 морских станций нашего центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, личный состав, техника, материальное оборудование, вся система готова к обеспечению безопасности. Кроме того, не так давно прошел конкурс, и определены победители пляжных территорий по их благоустройству. На данных победителей будет возложена задача, в том числе и по обеспечению безопасности. В самое ближайшее время с этими победителями будет заключен договор. Тогда уже в самом непосредственном тесном контакте начнем с ними работать. Да, эта тема уже не раз обсуждалась. Эти предприниматели, эти люди, которые будут заниматься в летний период пляжами, они будут нести полную ответственность. То есть и за чистоту пляжей, и за безопасность тех, кто там находится. Безусловно, все это будет прописано в договоре. Что касается защиты в горах, в лесу, то есть походы, летний период, это все понятно. Как будет обеспечиваться там защита граждан? На сегодняшний день погода еще не очень жаркая, 22-23 градуса. Класс пожароопасности даже ниже среднего. Понимаем, на юге живем, июль, начало августа, будут очень жаркие температуры. Достигнем пятого класса пожароопасности. Наверняка будем вводить особый противопожарный режим, как это мы делали в прошлом году. Но уже на сегодняшний день в каждом населенном пункте, который подвержен угрозе лесных пожаров, оборудованы минерализованные полосы, создан резерв первоначальных средств пожаротушения при пожарных командах, которые находятся в сельской местности. Отработаны вопросы оповещения населения, эвакуации в случае необходимости. А какой-то патруль есть? Патрулируется ли местность? Безусловно. Есть патруль и от сотрудников лесничества, они контролируют свою территорию. И сотрудники пожарных команд, пожарных расчетов, они контролируют уже вблизи населенных пунктов. Хорошо. Какие новости в обеспечении безопасности граждан именно на территории города? Да. Ну, какие-то нововведения? Да. Развивается система оповещения граждан. Буквально недавно мы проводили тренировку. Она проводится каждый квартал. Да, вот как раз-таки о тренировке мы и знаем. Есть у нас даже видеоматериал. Давайте посмотрим его по поводу оповещения граждан. Комплексная тренировка началась с проверки телефонов руководящего состава управления обеспечением мероприятий гражданской защиты. Объявляю начало комплексной тренировки по оповещению руководящего состава и населения города. В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, подача сигнала «Внимание всем!» с включением электросирен в 10 и в 11 часов. Сначала мы оповещаем руководящий состав города по сетям телефонным, затем с помощью системы ОЗОН, автоматическая система оповещения. Затем у нас идет оповещение населения города с помощью передвижных средств, это машины. И далее мы оповещаем население с помощью включения сирен, сигнал «Внимание всем!» И затем по радиотрансляционной сети города Севастополя. Оперативный Малыгин. После проведения проверки оперативный дежурный докладывает руководству ведомства о результатах работы. Ровно в 10 часов специалисты запускают стационарные сирены. В Севастополе их более 10. В районах, где установки отсутствуют, работает мобильный комплекс оповещения населения. Грумкоговорители проверили и на кораблях гражданского флота. Участие в комплексной тренировке приняли более 200 специалистов. Подобные мероприятия гражданской защиты проводятся ежеквартально. Основная задача – выявить узкие места в работе ведомства, наладить систему оповещения населения и своевременно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Анна Брачева, Дмитрий Дудко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Можно сказать, что тренировка прошла успешно, система функционирует. Да, можно сказать, но мы с вами смотрели, как работает еще старая система. Самые новые образцы – это 80-е годы прошлого века. Конечно, сейчас необходимо развивать новую. Хотя даже в такой ситуации надо находить все способы. Мы видели в сюжете, что даже привлекались громкоговорящую связь, которая находится на катерах, на пароходах. Спасибо управлению транспортом пошло к нам навстречу и привлекли все силы и средства, которые они могут для оповещения жителей. Что касается развития новой системы, то в ближайшие две недели я ожидаю уже проект развития комплексной системы экстренного оповещения населения. На данный момент он проходит согласование в научном институте при Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. И уже по этому проекту, уже в этом году, часть новой системы будет построена. Это в наших перспективах. А к следующему году наша задача уже полностью модернизировать систему оповещения в нашем городе. А что касается службы 112? Служба 112 непосредственно будет участвовать в развитии системы оповещения. Хотя главная задача – это система вызова экстренных аварийных служб. Прежде всего, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Вот сегодня на заседании правительства я защищал проект. Были откорректированы суммы, которые уже будут задействованы в этом году. Министерство по чрезвычайным ситуациям России выделяет субсидию в размере 18 миллионов на оборудование именно по развитию данной системы 112. В перспективе все будет работать. И тоже служба оповещения и все остальное, оно в итоге модернизируется в любом случае. Конечно. И это не будет уже в 80-й год, уже будет новое оборудование. 25 мая завершился режим чрезвычайной ситуации, который настолько долго длился и такой был тяжелый для всех нас. Расскажите об этом поподробнее. Полгода, 6 месяцев, особенно первые дни, было, конечно, очень тяжело. Но, если коротко, сама система предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации нашего города, она справилась со своей задачей. В принципе, там с первых минут все социально важные объекты, они были обеспечены электроэнергией. По конвейеру, там хоть через 4-6 часов все жители получали электроэнергию. Конечно, было тяжело, хотелось всем быть и с теплом, со светом. Но службы были задействованы очень активно. Да, очень много было служб задействовано. Я вот буквально 2 дня назад приглашали меня на наше предприятие СЕВ Электроавтотранс. Казалось бы, где троллейбусы, где чрезвычайная ситуация. Ну вот, обстоятельства сложились таким образом, предприятие оказалось в вынужденном простое, было принято решение руководством города. Данные сотрудники были задействованы на обслуживании и на охране дизель-генераторов, которые стояли у многоквартирных домов. Благодаря их героическому труду жители были и с теплом, и светом. Да, при этом работали целые сутки, 24 часа в сутки. Ну, по поводу отчетности, когда будет отчетность по режиму чрезвычайной ситуации? Значит, согласно постановлению правительства города Севастополя, в течение 30 суток после официального снятия режима чрезвычайной ситуации все должны предоставить отчеты расходования своих материальных средств, чем вот сейчас управление гражданской защиты со своими контрагентами занимается. Ну, а так вот, как бы, в двух словах это были серьезные, как бы, трудности, серьезные затраты? Конечно, там одного дизельного топлива в миллионы литров, ну, порядка трех. Три миллиона литров дизельного топлива, вот такая цифра. Помимо того, что это было и финансово затруднительно, при этом еще и насколько много людей работали. Да, каждый день топливозаправщики подвозили от 30 до 45 тонн, ну, в зависимости от... Ну, это был тяжелый период, и хорошо, что мы уже через него все прошли, и будем надеяться, что больше такого не повторится. Ну, подведем итог передачи. Первоочередные задачи управления на данный момент. Это задачи гражданской обороны. Оповещение, обучение населения, создание резервов, готовность наших сил и средств применения. Ну что, спасибо большое, Игорь Маратович, за то, что пришли и рассказали информацию полезно. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом «Севастополя». Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова